Так, по поводу iOS. Самая навороченная операционная система, это понятно. Ну и, собственно, iOS 9 улучшила все, что вы любите в iOS, это дальнейшее развитие системы, бла-бла-бла-бла-бла. Расскажи нам про iOS 9.3, мужчина, расскажи нам, что там изменилось. А, ну сейчас они сравнят iOS 9 и Android. Давай, покажи мне этот график, от которого мне всегда становится тепло на душе. Нет? А, не показал, злодей. Но они говорят, да, что по сравнению с Android, который вышел примерно в одно время, iOS 9, конечно, там уже на 79% актуальных устройств установлено на iOS 9. Благодаря достаточно такой жесткой политике обновления Apple. Ну и, конечно, 9.3, которая была представлена в январе, уже 7 бет, 7 прошло с тех пор. Ну и, собственно, одной из фишек является Night Shift. Я, честно признаюсь, я этой фишкой не стал пользоваться, хотя вот автор у нас тут, он себе такую штуку аж на iMac поставил. И, судя по тому, что прямо сейчас он сидит с вот этой всей радостью, ему, видимо, заходит. Это как бы сделано для чего? Когда солнце заходит, вот сейчас темно, да, смотрите, темно. Автоматически экран становится тоже таком желтеньким, чтобы мозг ваш думал, ага, мы как вот, знаете, идем спать, каминчик там горит, вот это все. А когда экран белый, как скотина, это мозг воспринимает как свет дневной, и поэтому спать не хочется. Поэтому, когда вы со своим айфончиком или айпэдиком ложитесь в кровати, такие, сейчас я еще твиттерочек, фейсбучек там вконтакте полистаю, мозга там на бекре и все происходит. Чтобы это как-то улучшить, придуман Night Shift. На самом деле, подобный твик для джелбрейка, который назывался Flux, уже существует тысячи лет, но, окей, пускай будет. Я говорю, я почему-то не стал пользоваться. Собственно, о чем они сейчас говорили? Появилась возможность на заметке установить пароль. Я не понимаю, почему только на заметке, почему не сделать запароленным вход, например, в альбомы какие-то. Хочу я свою любовницу хранить в определенном альбоме, чтобы доступ был только по Touch ID. Ну, как-то так, например. Не знаю, почему это не сделано, причем, если копнуть глубже, то у заметок свой пароль. То есть, у вас есть пароль на разблокировку непосредственно девайса, а есть свой пароль на заметку. Поэтому, если ваша жена, например, знает пароль от телефона, то от заметки она его не знает. А в заметку можно, кстати, тоже фотографию положить, это вам на будущее. Но я жене не изменяю, поэтому я так чисто в воздух рассказываю. Так, по поводу Health тут нам, значит, рассказали, что тоже какие-то новые фишки появились. Но там, на самом деле, тоже такие дебри, я не понимаю, как это работает. В CarPlay появились, наконец-то, полноценные подсказки в картах. И в том числе появилась возможность полноценно использовать Apple Music. Ну, и огромное количество автопроизводителей уже поддерживает эти самые замечательные фишечки от Apple. Есть информация, что Ford в 2017 году уже начнет полноценно поддерживать CarPlay во всех своих автомобилях. Ну, и, собственно, новые фишечки, да? Ну, да, вот это For You для вас, которое в Apple Music есть. Раньше его не было в CarPlay, теперь он появился. Я в последнее время что-то активно пользовался CarPlay, поэтому понимаю, о чем мы говорим. Но и вот эти самые подсказки, которые вы сверху видите, вот эти кружочки, а это тоже новая фишка, раньше этого не было. К сожалению, в России, кстати, это вообще не работает. Но я использую iOS 9.3 Beta 7, и если я не ошибаюсь, то в моем... Да, вот смотрите. Видите, снизу тоже появилось. Видимо, с приходом iOS 9.3 в России эта фишка тоже начнет работать. Ну, и с фишечкой Education вы теперь можете создавать аккаунты на iPad для нескольких детей, людей и так далее. На самом деле, это круто. Если у вас есть один iPad, вы такой выбрали. Так, ты кто? Иди сюда. Маша. Маша смотрит мультик. Так, Вася. Вася решает какую-то задачку в приложении. Бла-бла-бла. То есть iOS 9.3. Nightshift, пароль заметки, новые хелс-приколюхи, нью-стенд и вся эта байда. Да, iOS 9.3 бесплатно сегодня. iOS 9.3 и iPhone SE.